Итак, мы научились редактировать наши статьи и наконец-то подошли к очень важной теме, как добавлять, публиковать наши страницы, наши статьи собственные на сайте. То есть мы напишем текст, написали уже, к примеру, и нам нужно все это добавить, чтобы это опубликовалось на сайте. Например, вот в пункте меню со статьями, вот зайдем сюда, здесь ничего нету, видите, это у нас список категорий, в котором нет ни одного материала. И нам нужно добавить материал, необходимо, конечно, авторизироваться на сайте, то есть у нас идет пароль тест, логин тест, пароль тест, видите, здесь ничего нет. Но если мы авторизируемся, то вот в этом меню появляется пункт «Добавить статью». Нажимаем. Так, смотрим, что мы будем сюда. Вот тут надо писать заголовок, а сюда мы должны вставить текст. Пробуем. Так, где там у меня? Вот у меня «Добавить статью». Заголовок у нас «История создания», «Копировать» и «Вставить». О, получилось здесь. А теперь здесь скопируем и вставить. Не, не получается. Для вставки нужно использовать сочетание клавиш на клавиатуре. Ctrl-V. Ну, собственно, все. Нет, еще не все. Нам необходимо разделить вводный и основной. Для этого мы ставим мышку куда-нибудь в центр и нажимаем «Подробнее». Все. Теперь у нас практически полностью готова наша статья. Единственное, что нам необходимо для публикации вот в этом пункте меню выбрать категорию. Мы заходим в пункт «Публикация» и выбираем категорию «Статьи». Это очень важно, потому что в других категориях они будут отображаться или не будут отображаться. В зависимости от настроек, которые я здесь ввел. Но если мы введем эту категорию и сохраним. Так, сохраняем. Все. Теперь у нас она появилась в этом списке. Вот видно. Вот мы видим количество просмотров. Мы знаем, кто у нас автор. Мы можем прямо отсюда все это дело изменять при необходимости. Ну, давайте прочитаем. Да, вот она получилась. Все. Теперь мы умеем добавлять статьи на сайт. Как добавить в статью видео, фотографии, вы уже умеете. Практически вы можете полностью работать уже теперь над своим собственным сайтом. Создавая его, так сказать, с нуля и заполняя его различными материалами. Добиваясь успеха и получая массу клиентов. Собственно, на этом все. Спасибо вам. Заказывайте у нас сайты и работайте на них. Спасибо.